Иногда эмоций так много, что может перехватить дыхание. Но в новом спортивном сезоне ОКО можно не сдерживать себя. Спорт и кино в одной подписке. Купи сейчас и сохрани цену. Купи. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Анастасия Скопцова. Вы на канале Фигурка. И это шоу «Есть история». Здесь мы открываем спортсменов с другой стороны. Прежде чем начнем, я по традиции попрошу вас подписаться, поставить лайк и обязательно включить уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Сегодня ко мне в эту уютную студию пришли мои коллеги по танцам на льду. Это Лиза Худобердиева и Лиза Шанаева. И, конечно же, между ними загадывает желание моя величайшая подруга Станислава Константинова. Фигуристка, тренер, постановщик, королева Кринжа. Ну, в общем, у нее много, много званий. Человек один. Привет. Привет. Девчонки, ну что, привет, как дела? Что нового? Что расскажете? Привет. Мы пришли навалить Кринжа. Здравствуйте, я Лиза. Здравствуйте. И я Кринз. Здравствуйте, Анастасия Ильична. Мы пришли повеселиться. Мы пришли повеселиться. Но Станислава знает правила. Она была у самых истоков вообще этого шоу. А вопрос к вам. Вы знаете правила? Я буду счастлива, если ты повторишь. У участников есть три темы, на которые каждый обязан рассказать свою историю. После обсуждения темы участники голосуют и выбирают самого скучного рассказчика. Проигравший вытягивает наказание и выполняет его. Но, Елизавета, у нас случился некий форс-мажор, и Лизе придется уйти пораньше. Она оставит нас втроем. Поэтому, Лиза, я считаю, это будет честно, если Лиза вытянет все наказания. Все наказания и все наказания. Если Лиза будет рассказать самые скучные истории. Это взлет легко. Я считаю, что будет честно, если Лиза первая вытащит тему и потом выполнить наказание, независимо от того, насколько смешная была ее история. Так, хорошо. Нелепое свидание. Лиз, ну мы сегодня такой чудесной женской компанией. Я считаю, что мы вправе обсудить женские темы. Кто первый начнет? Сейчас у меня нет. Я просто не хожу на свидание. У меня одно свидание закончилось браком. Можно ли считать это нелепым? Я могу рассказать историю, но не свою. У меня, правда, у меня, как бы, серьезно, какие-то отношения закончились браком. Ну, то есть, до этого я ни с кем никогда не ходила. Потому что, во-первых, мне до 18 я, в принципе, ни с кем не гуляла. Я как-то начала с кем-то... Есть такая тема, ты начинаешь с кем-то общаться. Та-та-та-та-та, все прикольно. Пойдем погуляем. Ты такая, да-да. А потом у тебя резко появляются дела. Ты такая, да-нет, я не пойду никуда. У меня сейчас только так. Я такая, два часа до выхода, извини, я заболела. Да-да. Это психосоматика. То есть, я не могла никогда решиться на то, чтобы с незнакомым, с кем-то человеком еще увидеться и так далее. И правильно делала, потому что история. Это наша общая знакомая. И вот она рассказывает, что она познакомилась с парнем на тиндере. Какой-то типа чувак, студент, там на пару лет ее, может, или ровесник, или на пару лет ее старше. И вот они увиделись, и она говорит, вот мы встретились, типа, часов в семь вечера. И было настолько круто, настолько классно. Так было прикольно. Вот мне с ним так понравилось, такое вот, какой-то мэйч у нас случился и так далее. Что мы просидели в кафешке, проболтали, потом погуляли, и уже, типа, время, там, полдвенадцатого. Они, ну, а там очень в Австралии распространенная тема, ездить на общественном транспорте. Ну, то есть, все ездят на автобусах, как бы, это абсолютно нормально, потому что такси супер, типа, дорогое. И студент, ну, не может, там, вот так себе просто, типа, позволить. Ну, там, ночью еще тариф какой-нибудь, ну, в общем. И вот они сидят, и он говорит, ну, я пойду, типа, пешком домой. Она говорит, как пешком? Он говорит, ну, вот автобусы же уже закончились на такси, сейчас и не вызвать, и туда-сюда. В общем, каким-то образом она как-то ему сказала, блин, ты мне так понравился, там, туда-сюда. Мне так комфортно было с тобой общаться. Ну, если ты, как бы, сразу тебе говорю, надеюсь, ты не будешь ко мне приставать. Я могу тебе, у меня, типа, трехкомнатная квартира, я снимаю. Я могу тебе, как бы, постелить в другой комнате, но только при условии, что ты обещаешь, что все будет очень прилично и так далее. Он, там, чуть ли не на колени, господи, спасибо большое, там, туда-сюда. Приготовлю завтрак, там, ну, короче, все будет хорошо, спасибо тебе большое. Ты просто не представляешь, как ты меня вручаешь. Они спокойненько доходят. И она рассказывает, что, типа, я, он максимально, он прям очень, ну, как бы, стоял чуть подальше, пытался сделать вид и показать, что он никоим образом ни на что не рассчитывает, и что все окей. Она, значит, ему постелила, он ее, там, ее еще десять раз поблагодарил, сказал, спасибо большое, типа, спокойно ночи. Время, там, уже к часу, пол первого, грубо говоря. Она говорит, я захожу к себе в комнату, и она, я настолько хорошо себя, спокойно чувствовала, в безопасности, что я вообще ни о чем не подумала, но почему-то я закрыла, короче, дверь на щеколду. И никогда, я вообще в жизни эту щеколду это не пользовалась, но вот почему-то я, я как будто бы на автомате закрыла дверь на щеколду. Ну, я легла спать и просыпаюсь от стука в дверь. Он кричит, что, там, я плохо себя чувствую, мне очень плохо, у меня паническая атака. У меня паническая атака, пожалуйста, открой дверь. Он, типа, у него истерика в слезах, он говорит, мне очень страшно, мне нужно, чтобы, мне нужно, чтобы ты меня взяла за руку, пожалуйста, открой дверь. Я задыхаюсь, я задыхаюсь, мне нужно... А она говорит, я испугалась очень сильно. Ну, он говорит, я минуты три, то есть, я ему говорил, я ничего не открою, успокойся. Он говорит, я ему, дыши, там, что-то. Но он не переставал, пожалуйста, давай, выйди, выйди, мне нужно тебя увидеть, мне нужно, пожалуйста, я сейчас умру, я сейчас задохнусь. Она говорит, хорошо, я вызвала скорую и полицию. Типа, сейчас сюда приедут, разберутся, тебе помогут, все, не переживай, туда-сюда. И он что-то взбесился, как будто взбесился, начал бить по двери. И она услышала в какой-то момент, что входная дверь, то есть, да, обычная дверь закрылась. И стало тихо, она сидела в комнате, приехал наряд полиции со скорой. И ей стучатся в ее вот эту, в комнату, типа, мэм, типа, откройте, это полиция, там, туда-сюда. Не переживайте, здесь никого нет. Она открывает дверь, там много народу. Ну, она рассказывает, рассказывает, что случилось, туда-сюда. Они проходят вот так вот на кухню, а там все. Потолок, стены, пол, все в пищевой пленке. Весь кухонный гарнитур, все, все красные. Ты серьезно? Просто вот так, все в пищевой пленке. Может быть, он просто хотел приготовить завтрак, но не умел. Понимаешь? Кровать, полы, просто все заклеено в 33 слоя пищевой пленкой. Ты серьезно? Да. Это страшно. Как же повезло, что она закрыла дверь. Вот она и говорит, я никогда, я вообще в жизни никогда, я с родителями жила, у меня никогда не было замков на двери. Его поймали? У меня нет такой, у меня в второй истории умалчивает. Вот такая вот, не ходите на свидание в интернете. Не ходите на свидание. Вообще не ходите на свидание. Как мы. Она говорит, я больше ни за что в жизни никогда, ни с кем не буду вот так вот, типа, знакомиться с ней. Ну, вот как ходить на свидание после такой истории? Ну, ходить на свидание, наверное, норм, но приглашать домой в целом вообще, чужого человека то я ну да да понятное дело что ну как бы ну а как как-то он так вот к себе расположил они там до этого недели на на 2 типа пообщались там туда-сюда что-то созванивались по видео это нам не говорил я в шоке я просто не было как мне сейчас дальше то есть ну я таким впечатлением истории начали я просто таким впечатлением все равно будешь делать задание выполнять потому что ты пошатнула психику ведущей есть такой тоже новый критерий теперь ну я не знаю я рассказала бы какую-то историю но они все довольно поверхностно ничего супер смешного нелепого не было нелепая я наверное часть в этих свиданиях потому что я реально очень много работаю я все время занята и я прихожу с коньками на свидание ну я не то чтобы так часто хожу но бывало такое я прихожу в трениках после тренировки после работы ну типа я не успеваю то есть ну как бы это не мой приоритет если честно или и например я иду в кино и засыпаю на ледниковом периоде тоже такое было то есть мы пошли в кино был сеанс только ледникового периода романтическую комедии я не хотела идти потому что ну как бы кто-то такое что без тобой на да но мы пойдем на комперают парень все время сидел в телефоне а я просто я сидела своей в корме у Которым а потом поняла что я так устала что я уснула то есть ну как бы это нормально или я пазд If 보고 на полтора часа потому что я не успеваю на развод мостов в питере или подожди Подожди, подожди, опаздываешь на полтора часа Не только на свидание Нет, я просто занятая То есть, например, в Питере же такая тема Ты на 15 минут позже выехал Все, ты едешь не 20 минут Ты едешь 40 минут Или, например, если тебе нужно Заехать за кем-то, это просто Это Питер Я люблю Питер Как я падаю в ресторане, подскальзываюсь Ну это не свидание было Это я просто ходила с подружкой Но я как представила, что если бы это было свидание Это была бы лучшая история Так покажи, у нее даже есть подтверждение У меня есть вот синяк Только не приближайте, пожалуйста Я, значит, обедаю Выхожу из-за стола Обойти, ну в уборную сходить А я в сапожках, на веранде Дождь на веранде, немножко мокро И я просто посреди ресторана На патриках, такая вся красивая У меня еще длинная такая накидка И я с этой накидкой, как черный плащ, вот так вот закрываюсь Падаю под стол прямо к ребятам Просто они, девушка, все в порядке А я понимаю, что я пластанулась просто вот так на бок Со своей пяточки, со своего каблучка, вот так Подкатила к ним Это подкатки называется Подкатила сзади Термин подкатки Да, то есть, ну как бы Я потом еще просто стою в туалете Записываю своей подружке видео Говорю, я не хочу уходить обратно Никогда Доставай меня оттуда Было одно нелепое суперсвидание Это просто Я, опять же, никак не могла встретиться с парнем И так получилось, что я была в шоу в другом городе И он тоже там был И я заканчивала шоу поздно И мы могли увидеться только на катке И я катала мышильду И я в костюме крысы С хвостом, с ушами Выбегаю Сразу прям Выбегаю прямо Придет! Прямо с катка, с последнего номера Привет, я Криса Стасия А там еще такой номер был То есть я прям там выкладывалась То есть я прям Отыгрывала Да, я прям настоящий Ты прям крыса была Да, я просто королева там была И я выбегала Такая разбесяканная Такая раздухоренная Прям И вижу, он стоит вот так вот На выходе прямо Ну как бы за воротами И я выбегаю Вот так вот Так вот Запрыгиваю на него В коньках Вот этой крысиной Вот так крысиный хвост У тебя привет А у меня еще маска вот такая С носиком Ну не прям с носиком вот такая вот как бы меня непонятно он обалдел потом он предложил вам прогуляться и убежал это история нет мы потом просто посидели на трибуне я была после шоу просто такая опять как обычно и но это было забавно конечно он был в шоке но зато во время шоу даешь эмоции это был вау-эффект я его зацепила я думаю лучше бы нет ладно я не сидел в тиндере я даже не знаю звать на свидание ходила но меня были все нормальные свидания спортсменки школе не встречаются спортсменки спортсменки в школе это как бы вам отдельная каста людей которых ненавидят меня будешь маля других нет Within не было я просто приходила сидела во и loaded честно у меня было такое ощущение т.е. со мной да я приходила в новую школу и со мной хотели подружиться реально ребята а я просто приходил думала зачем мне это надо хотя ребята реально было были хорошие просто я была дура, извините. Я просто приходила, садилась так в телефон, в учебнике, работала на уроке, уходила, даже не привет никому не говорила. Одна садилась на парту, и все. У меня в школе за все три месяца, сколько я была в школе, за 11 лет, сколько я ходила, ну, то есть я всю жизнь училась. Надо букварь, чтобы читать следующее. Я, типа, училась всегда с репетиторами, у меня были тренировки, мне было, ну, как бы не до школы. Потом, в какой-то момент, я перешла в танцы. Первый сезон, вот я точно каталась без партнера, и, значит, я ходила на второй, третий, четвертый уроки. Каждый день. Ну, это вообще по-божески. Да, да. И у меня все внимание от мальчиков, которые было, это меня монголоидом называли. Ну, типа, ну, как бы такая история. Я училась с хоккеистами. Причем, у нас было три девочки. Не повезло. 27, нет, почему? Я могу еще сильнее глазом. У меня, они мелкие были, такие прикольные. Просто шоколадки наносили на парту ставили, потом мы их, ну, типа, один раз пришлось выкинуть шоколадку, чтобы кто-то из них сознался, что, типа, это он подарил. Вот, и так... Какая женщина. То есть, у нас... Мне бы не пришло в голову, я бы, наверное, бы ушла просто. Какая бы не... Не, ну, у нас было такое, там, на переменке маленький диванчик, и кто первый сядет. И было такое, что, ну, типа, они нас двигали, там, поднимали этот диван. Ну, мы маленький, худенький, третий класс был. И они реально нас всей толпой поднимали. Вот так мы, три девочки, фигуристки, сокольники. То есть, вы там были прям там в варитке. Вы те самые, типа, американских сериалов, которые... Да, 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 три вот эти девчонки. Да, идут по коридору, волосы в лицо, и все пацаны такие. Да. Одну монголоида назвали, вторую не замечали, третью чморили. Нас поднимали на диване. Меня, мне один раз... Ребят, мне один раз плюнули в лицо. Мне плюнули в лицо, и мне пришлось... Я сейчас не шучу. Я ни с кем не общалась. Я стояла, просто ждала урока у стены, ну, вот так облокотившись. Меня все время спрашивали, сколько стоит? Сколько стоит? А я, ну, я не понимаю. Я такая, типа, что, что? Потом мама... Я маме говорю, мам, что это значит? Она говорит, ну, типа, сейчас не надо тебе знать попозже. Ну, потом я уже поняла. Типа, из-за того, что ты стояла одна? Из-за того, что я стояла, вот так оперлась на стену. Ну, то есть просто вот стою так вот и спинкой на стену. Можете запикать это? Что? Серьезно? Да. И какой-то мальчик... А я не реагирую. Сколько стоит? Сколько стоит, да. И мне класс пятый, шестой. И я не реагировала никогда. Просто они мимо ходили, все. Один раз мальчик мне такой, типа, я тебя спросил, ну, что-то такое. И я так на него... Ну, я чуть читала, и я вот так вот поднимаю голову, и он мне плюет в лицо. Но я хочу вам сказать, я не та женщина, которая растеряется. Он побежал в туалет, потому что я погналась за ним. Он думал, я не зайду в мужской туалет. Но мне было все равно, я зашла и набил ему морду. Можете это выкладывать, можете это вырезать. Но если вдруг кто-то захотел плюнуть мне в лицо... У меня тоже, ну, вот меня, меня типа, ну, обзывали. Ну, а я просто, как бы, когда вот мне было там лет 10, то есть я прям совсем вот очень была похожа на узбечку. Типа прям у меня были такие брови, вот такое круглое личико, типа глаз почти совсем не видно было. Такие два хвостика. Ну, короче, он у меня... Два узбекских хвостика? Да, да, да. Типа хвостика, это прям узбекская какая-то история. Ну, как бы я такая, ну, ты совсем... Ну, я никогда не пользовалась, короче, интересом у мальчиков, типа в детстве, там, лет, не знаю, до 15. Я, ну, как бы вообще никто ко мне никогда не подкатывал. Пока не могу сказать, до какого возраста, этот возраст не уступил просто еще. До какого возраста я не пользуюсь интересом у мальчиков? Вот, и, короче, они, ну, из-за того, что, типа, они меня обзывали, обзывали, ну, а я, как бы привыкла в целом, что такое бывает, но что-то мне как-то то ли кому-то, какой-то пацан сказал, да иди, типа, учуркивай это и спроси, или что-то такое. Я подошла и просто дала ему в нос. У меня еще потом родители вызвали, дали люлей мне за то, что я... Вот мне тоже папу вызвали, а мне папа сказал, а я горжусь своей дочерью. Я так ее и воспитываю. Это цитата. Да. Нелепое свидание, но нелепое из-за меня. Я увидела у одного знакомого в социальных сетях видео, историю о том, что там он где-то сидел, тусил с каким-то прикольным парнем. Я такая, типа, блин, симпатичный. Ну, я никогда не пишу первое. Я никогда... Крайне редко я могу там историю посмотреть или какую-то там фотографию там отметить, но вряд ли. То есть, как правило, мне пишут и все такое. Я посмотрела парня историю, у него было мало подписчиков. Он заметил, что я увидела историю. Он мне написал там, подписался, пролайкал, такой весь, типа, давай там пообщаемся, встретимся. Мы общались неделю, наверное, две. Ну, нормальный парень, то есть, ну, интересный, такой прям симпатичный. Это был такой период, мне, наверное, было лет... Ну, чтобы не соврать, наверное, лет 19-20. Я где-то услышала... Вот все плохие истории начинаются со фразы «Я где-то услышала». Значит, что свидание надо заканчивать на самой высокой эмоциональной ноте. И потом надо, как бы, ну, незаметно делать дисапир. Ну, то есть, да? Дисапир. Надо незаметно, как бы, уходить. Знаете, такое, должно быть послевкусие. Мы встретились с этим парнем, посидели, выпили кофе. Это было все в центре. Он говорит, пойдем в кино. Я говорю, ну, пойдем. Сидим, реально парень, интересный, прикольно так общаемся. Мы сидим, смотрим фильм потом. И я на середине фильма такая «Надо уйти». В смысле? А что там? Начался экшен какой-то? Это такая, типа, взрывы? Я ухожу. Причем фильм неплохой, кстати, был, не помню, что за фильм. То есть, не было такого. Это в другой раз было, видимо. Нет, был какой-то фильм неплохой. Ни экшена, ни взрывы, а просто я решила, что если я уйду посередине фильма, он это точно запомнит. Я просто, я такая, беру телефон. О, боже. О, боже. Такая, о, боже, у нас дома прорыва трубой должна... Ты так сказала, реально? Да. Да. Господи. Блин, да это, ну, так сказала, оно такое нелепое, но это нормальная тема. Я один раз просто, просто бежала через поле. Просто вот молча. Кстати, у нас был период с Настей, когда мы не общались полгода. Да, было такое... Да, это было трудное время для нас. Кризис. Да. Кризис в отношениях у нас был. Я пошла погулять с мальчиком. Мы с ним общались. Все, очень милый парень и классный. Но я потом... У меня проскальзывало слово «учитель» у него в лексиконе. Я такая... Думаю, а сколько тебе лет? Он мне говорит, мне 17. А там дядя... Отойди от меня! А там дядя... Я не твоя мама! А там дядя 2 метра. Бородатый. О, боже! Я стою такая, думаю... У меня потом просто поменялось мировоззрение. Я уже не смогла воспринимать его как нормальный человек. То есть он просто такой, что не говорил, там, математика, а не алгебра. И я такая... Ой, извините. И что-то, короче, мне не понравилось. Я просто такая, блин, прости, забыла телефон дома. Мне пора. И я, короче, выбегаю. И ты такая, алло, такси? О, да. Сейчас я вызову такси. Я просто через Хадынское поле такая очень быстро-быстро-быстро убежала. Ну, в общем, да, было так. Интересно, он запомнил меня, как думаете? Думаю, на все же. Я думаю, он такой, блин, слава богу, она ушла. Слава, решала фильм смотреть своими шутками тупыми, блин. Нет, я молчала, я молчала. Слава богу. Ребят, ну, я думаю, что Лизе пора выполнять задание. Хоть и твоя история была, ну, просто... Я не могу сказать, что она не была интересной. Она не была скучной. Экстра интересной. Вот, но все-таки, так как тебе придется покинуть нас раньше... Провести день в одном цвете и зафиксировать это в своих соцсетях. Ничего себе наказание! С удовольствием вообще. Выбирайте цвет. Ну, я думаю, что цвет надо выбрать какой-нибудь необычный. Ну, да есть один цвет тоже. А, вообще все надо делать? Есть один цвет? О, давайте. Не, ну тогда никакой не зеленый. Давайте какой-нибудь белый. Каньки, носки, творог. Ну, белый, нет, белый, она всегда в белом. Она такая... А я бы хотела видеть лицо в другом. Тезноцветная, вы что? Мне всегда бы хотела... У меня знаешь, сколько колготок цветных? Давай, любой цвет вообще. На голову себе наденешь? Вся, вся в... А Лиза просто вся в колготке. Взбег с их хвостиками. Колготкой. У нее одна на голове колготки, на руках колготки, на ногах... Вся в колготках. Хорошо будет, мне нравится. Супер. Топ из колготок, знаешь? Восторг, да. Но только нельзя никому говорить, что это для шоу есть история. Да, да. Все должны быть просто в шоке от твоего модного напора. Не знаю, какой цвет, девчонки, давайте подумаем. Ну, какой-нибудь такой, чтобы ей прям посложнее было, как будто бы. Я тебя не видела давно, в каком, в каком. В розовом видела, в синий у тебя есть. Надо так, чтобы она гардероб обновила под это мероприятие. Спасибо, у меня зарплата не схожа. А тебе и не скажешь. Слушай, если честно, у меня... Я поймала себя на мысль, что у меня нет ни одной вещи красной. Давайте красной. Вот я прям подумала про красной. Давайте красной. Да. Все, договорились. И пить, и есть все, да, все в одном деле. Ну, получается, только красное вино, Лиза, будет целый день есть. Красное вино и помидоры. Такая диета. Всем доброе утро. Сегодня такая необычная сториз. Я проиграла спор трем своим коллегам. И сегодня я должна провести день в одном цвете. И некоторые из вас даже угадали. Пару дней назад в сториз я вкладывала ваши догадки, в каком же цвете я должна провести этот день. Мои подруги выбрали самый необычный для меня цвет, то бишь красный. Проблема в том, что у меня совершенно нет оттяжки красного цвета. У меня нет никакой обуви красного цвета. Я пыталась вчера подумать, что я могу есть красного цвета. Я тоже не очень понимаю. В общем, это правда будет очень сложно. Поэтому давайте посмотрим, что из этого выйдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы чувствуем эту путь. Знаешь, я даже не знаю, где начать. Потому что, наверное, every time I get ahead, I end up going two steps back. стать давай история за которую до сих пор стыдно какой срок неделя день вчера сегодня утром я рассказывал настолько стыдную историю по моему в прошлый выпуск или в какой-то два пальца в рот это но истории более стыдной в моей жизни наверное сложно представить нет со мной постоянно какой-то курьез происходит то есть мы не можем провести например со станиславой ни одного вечера когда я не разлила например кому-то на платье на ноги может быть надо лицо какой-нибудь коктейль вылила ну не разбил ни одного стакана таких я могу рассказать с анастасией как-то зашли вечером ну довольно популярное место и там такая лестница большая я захожу очень быстро спрашиваю же столик думаю где настя поворачиваюсь она уже лежит на этой лестнице упала ее уже поднимают двое мужчин она уже ой извините пожалуйста все смотрят просто на съезд и думаю чем она так упала что например распласталась да да я всегда падаю с поразительным грохотом то есть может как-то чуть-чуть упасть я прям падаю так вот а вот это мне эти тюты и потому что к ай как больно не надо не надо я сама там прям там прям вот турецкий сериал как 1 текаре корейская дорама что-то такое индийские где наш типа где я не было очень стыдная история если честно это было в к видный год 2020 осень 2020 на мой день рождения 2019 году мне подарил фанат билеты в театр типа на следующий на следующий год билеты в большой театр партер третий ряд на господи на жизнь я очень обо я обожаю балет балет если что балет свяжитесь со мной билетики большой театр напишите в общем я обожаю балет и конечно я очень хотела сходить большой ну потому что лучшие трупы и так далее у меня было два билета я пошла с мамой и мы приходим приходит мне кажется тоже такое у многих было мы приходим садимся а я до этого ну за неделю до похода в театр я ну приболела уже как бы выздоровела но видим какое-то что достаточно еще было я сажусь такая вся на каблуках в платье такая все проходит девушка и такая водички хотите не надо мне вашу воду ну в общем я такая сижу на уверенности типа только открывается ну как бы первое первый аккорд музыки выбегают выбегают артисты я начинаю вид ноябрь 2020 на секундку я уже цвета вот этого стаканчика ну то есть я пара 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 я на макияже ну как бы надо еще знать мою маму сегодня я увиделась из своей мамы я ездила себе в мытища и попросил ее от метро я себя забрали приедь на машине пожалуйста бремени от метро увидимся я села в машину прошло полторы минуты она сказал доченька как ты хорошо а что за нитка у тебя здесь очень отрезала ну то есть у меня вот такая мама и то есть и я как бы ну один раз такая дальше сижу сижу вот это вот штука начинается я просто чувствую как она ну сбоку просто ну типа успокойся уже что что с тобой происходит я ничего и на меня люди все смотрим все боятся я вот типа в маску в эту кашлю что-то что-то такое мне было так неловко ну а я еще только начало третий ряд партер я думаю как никуда мне бежать то как вообще но если начну кашли то это будет просто пипец просто забавный факт на эту же тему каждый чемпионат россии вот я на взрослых выступала четыре сезона было на четырех чемпионатах россии и каждый чемпионат россии я болею и каждый чемпионат россии на вот этом торжественном открытии когда все шуми шумят музыка играет я не кашлю стася не даст она каждый раз сидела рядом и просто сижу тоже красный цвет а александр говорит а я ты просто тебя уже текут слезы ну это просто я тоже часто болела на соревнованиях это каждый раз это открытие с этим ансамблем с этим барабанами с этим заранее поюшим вот каждый раз сидишь и думаешь я сейчас умру я сейчас умру еще закашляюсь и не доеду до дома на жребьевке я начну выйду не дойду до номерка начну так кашлять посреди ну правда это очень тяжело все у меня мне кажется меня каждая каждая моя жребьевка я все я выхожу красиво на каблуках иду под руку с партнером и там либо-либо спотыкаю и падаю на лестнице как бы подворачиваю ногу меня вот я не знаю почему видимо так стесняли кажется лиза сейчас так и замолчала потому что она что-то такое нам готовы там наверно такая история можно даже 2 лиз ты завысила ожидание сейчас я расскажу и сразу проиграю но не там принципе ничего такой интересного 15 лет на такой возраст на тебе признается возраст генджа я такая но я полностью понимаю что это я спортсменка мне отношения не нужны тут есть друг но хорошо дружили все и он и чувствует почему-то вот включила женское чутье и чувствую что сейчас вот какое-то признание на остановке я такая ну сижу такая автобус едет нутку я должен тебе кое-что сказать я подожди едет автобус и у нас как раз пешеходный переход там красный свет загорелся я думаю ну сейчас быстро зеленый он приедет я сяду в автобус уеду друзья его больше никогда не выйдет ну да как бы что нибудь там такой будет потом решим вот и едка сижу на те что сказать игры подожди игры вот что-то хотела я грудь забыла и как подожди подожди сейчас я скажу и вот мы сидим и тут красный свет автобус останавливается перед нами летка но я должна была что-то придумать но именно в этот момент мне ничего в не игр подожди я должен тебе кое-что сказать игры подожди 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 сейчас я сяду в автобус и говорит сколько вот и тут короче он такой нет ты мне нравишься там и такое у него были голубые глаза и она в них и тут зеленый но подъезжает автобус это она да спасибо я просто разверну автобус приехал лиза какая ты у меня есть точно такая же история у меня мои самые самые первые какие-то типа детские отношения то есть отношения мы виделись три раза в неделю пили кофе но через это не детские отношения вообще-то ну в плане типа мы переписывались мы вот так вот ну это что он был тоже все это можно тоже спортсменом и мы так вот виделись только на пару часов там ну как бы не ну ничего такого ничего серьезного совершенно и вот про значит проходит полгода будет пойдем куда-нибудь покушаем а я ну а мне типа 16 лет я не ем и такая ты же знаешь что я не ем кушают дети и животные я пью кофе я пью кофе только максимум ну как бы гурнула он пойдем мы что-то сидим и все так хорошо болтаем смеемся я вообще мне вот я вообще не ожидала что так будет он вот там уже полгода с тобой вот вроде как встречаемся там я сижу что-то какой-то салат этот жую просто хрущуем и в общем все ну как бы вот я бы не хотел там тебя потерять мне кажется нет я уверен что я тебя люблю такая пауза я хрущу салатом такая пора спасибо и в тишине продолжая есть дальше друзья ну я то этого не чувство я думаю что я должна ему сейчас сказать ну то есть я не могу ему сказать а я тебя зачем ну да это будет нечестно могу могла сказать ну мне пора в целом в общем даже спасибо вот такая история тоже есть история идентично похоже но я пыталась человека остановить и вот когда тебе ничего не пришло в голову мне бы лучше тоже ничего не пришло в голову но мне пришло в голову к сожалению значит есть у меня нет некоторые моменты мне парень реально очень нравился ну не прям вот прям очень но какая-то так мы общались дружили и прикольно какая-то была симпатия как бы не могла ее прям как-то охарактеризовать но я понимала что как бы там может если бы с дружить с ним два года когда мне будет там лет уже 18-19 то может быть мы сможем встречаться а я как бы не скажу что он прям ко мне какой-то интерес проявлял как только ко мне кто-то не проявляет интерес это красный флаг и такая что я тебе не нравлюсь ты больной я тебя вылечу я тебе понравились вот еще вот еще увидишь и все и мы начали общаться и я так аккуратненько потихонечку как друг влилась доверие и как только я уже начала чувствовать вот как ты говоришь какой-то чутье он появилась что сейчас он что-то скажет того чего говорить не надо он не пишет я должен тебе кое-что сказать это как в этот же момент я пытаюсь как-то страницу но такая хорошо игру что он горит я про письмо спешит миску я ничего не пишет и это козак вопрос он такой типа я на тебе какую-то интригу вел лишь я не знаю я им пишу пишу ты арбузик я вообще не понимаю почему возможно у нас был прикол про то что мое первое имя вконтакте меня звали не фамилия имя мне папа сказал что лучше не надо фамилию имя там социальных сетях и меня звали земляничка арбузовна я была лиза лиза я брат делал страничку не прикинь земляничка арбузовна я ему пишу и такая ты арбузик он так я думаю ну все он сейчас поймет что типа я пытаюсь сменить не было бы ну реально лет тоже 15 такой нет ты мне нравишься и я так думаю зачем я же пыталась хорошо дружили да мы же так хорошо дружили соседиц очень с недовольным видом но я могу вспомнить то что ей будет очень смешно не я нас вообще с нормальным я просто недовольна то что я уже мне кажется выдала много стыдного и я даже не знаю что расстроилась да ты выдала стыдную историю про меня я могу дать стыдную тебя ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой звонок кстати да опять же записываемся на мои курсы женской гуру я не знаю как это назвать только без номера телефона да значит я станислава личный помощник в этом вопросе причем того помощник штур что бы его не было значит не звонит стать ну как всегда созваниваемся, Стасия была на сборах в Казани. Мы созваниваемся по телефону, все болтаем, там обсуждаем какие-то непонятные наши насущные вопросы. Она сидит в кофейне, пьет кофе. Но она как всегда, то есть как вот мы выглядим на тренировках, просто, ну, возможно, вы не совсем понимаете, как выглядят именно тренеры, типа, на тренировках. Я выглядела хорошо. Да, я выглядела хорошо. Я выглядела почти как сейчас. А, я думала, что ты была еще в трениках. Тогда вообще не понимаю, почему ты не сделала то, что я просила. Ну, ладно, мы сейчас расскажем. Тогда бы, тем более, надо было сделать то, что я говорю. Короче, и она мне такая, боже, такой сейчас мужчина прошел. Я, ну, прям реально классный. Я говорю, прям классный. Она говорит, прям классный. И я такая, так подойди к нему. Она говорит, он уже ушел, типа, из кофейни. Он посмотрел на меня и ушел. Я говорю, он на тебя посмотрел. Я говорю, должна была сразу к нему подойти и сказать, привет. Ну, ладно. Да. Да. И она говорит, да ладно, все. Мы потом с ней еще там минут 15 разговариваем. Она уже вышла из кофейни, взяла самокат. Поехала в следующую точку. Небольшая предыстория. Я до этого стояла в магазине. Мы с Настей болтали по телефону. Это нормальная тема. Болтать 4 часа у подружек. Это все хорошо. И мы обсуждали, нарцисски мы или нет. И я, мы это обсуждали. И я в это время покупала себе ручку с короной. Короче, знаете, светящуюся. Да нет, нет вам ничего такого. У меня вообще нет нарциссического переверзного ничего. Если бы мы были нарциссками, говорю, с нами бы никто не общался. Али, я бы с тобой не общалась, ты была нарцисской. Я говорю, да, я бы с тобой не общалась. Вы такие симы. Я пришла в кафе, у меня там три ручки с сердечком, с этим, и у меня нет сумки. Я вот с этими ручками, с наушниками, с тетрадочкой какой-то, блокнотиком. Ну, короче, просто, ну, женщина городская сумасшедшая. Я шла пешком, мне натерли тапки. Я разговариваю с Настей, говорю, о, говорю, тот, говорю, парень идет через дорогу. И она мне говорит, догоняй. Я говорю, не могу, говорю, у меня нога, нога, у меня нога натерта, говорю, не могу. Она такая, бери самокат, самокат есть. И я как будто бы, да, повелитель. Знаете, типа это. Гипноз. Я почему-то не помню, что я тебе говорила брать самокат, но я помню, что ты была на самокате, и я тебе говорила подъехать к нему, догнать его сзади, подъехать к нему и сказать, молодой человек, вас подвезти. И он такая, бери самокат. Я говорю, ну как, а, бери, а вы не знаете Настю, а ты, она здесь такая милая сидит. Как только у меня начинаются какие-то сомнения в себе, или как только я начинаю мямлить или что-то, она, бери, она ором прям, знаете, вот как мамка отчитывает, она, бери. И я на этом самокате, вот у меня вот так тетрадочки, ручечки разложены кое-как, я вот еду на этом самокате, в наушниках, проезжаю мимо него. Она такая, ну что, ну что, я говорю, я проехал мимо, разворачивайся, я разворачиваюсь. Опять проезжаю мимо него, останавливаюсь, поворачиваю голову, он так смотрит, и я проезжаю дальше. И самое ужасное, что потом я кладу самокат, а я вот прям потерялась, ну мне, ты же прям, он посмотрел, она вот так мимо его проехала, и ты оставила самокат. Я оставила самокат, думаю, ну ладно, сейчас подойду, перешла на другую сторону дороги, шла, разговаривала с Настей, и я думала... И она говорит, что она еще шла, и он еще долго шел по параллельной дороге, типа буквально через одну полосу, и я ей говорю, я говорю, Стась, следующий ход. Я говорю, сейчас фоткаешься, типа, так, чтобы его тоже чуть-чуть было видно, открываешь аэродроп и отправляешь ему фотку. И она начала фоткаться, она говорит, его нет в аэродроп. Сейчас отправлю кому-нибудь, непонятно. Да, она говорит, у него, видимо, не включен, не включен, наверное, в него. Но это позор на самом деле. Ничего позорного. Это позор и балаган. Вот как мы сейчас разговаривали, точно так же это было. У меня в наушниках вот это вот, аж с перекрикиванием таким, беги, бери, самокат. И я трясущимися руками пытаюсь вбить этот в уши или что-то такое. Нет, все это я сопровождаю такими разговорами. Если бы я просто так ей говорила, она бы, ну, не поверила бы в мою уверенность. Она меня мотивировала. Я его мотивировала, говорю, встать. Я говорю, ну, допустим. Допустим, он скажет нет. А где вероятность, что ты встретишь его снова? Почему не попробовать? Ну, как бы, почему не попробовать? Тем более, я говорю, посмотри, ты красивая, роскошная женщина. Напомню, напомню. Ты уверена в себе. Десять минут назад я первая вообще никогда никому не пишу. Тренеры не играют. Но я говорю, ты вообще роскошная женщина. Ты же просто богиня. Ты вообще, ты сейчас подойдешь, тебе даже не надо ничего говорить. Он просто будет вообще в шоке от твоей красоты, от твоей энергетики. Поэтому ты должна просто подъехать, искать мужчину, вас подвезти. Настя просто очень хорошая трубка. Она реально вживается в мои проблемы и очень переживает. Потому что у меня недавно был болезненный разрыв. И она очень переживает. Она пытается меня как-то включить снова. Да, и все, какие-то... Да ты что? Они тебя не сто... Кто они? Она сидит в ресторане и на лестнице. Кто он? А кто ты? Или что-то такое? Ну, короче, мотивационный коучник просто. Записывайтесь. Я не люблю... Ну, не знаю, мне некомфортно, когда со мной знакомятся на улице. Ну, я не хочу, я не хочу. Я иду, занимаюсь своими делами, думаю о чем-то. Я иду, да. Не надо ко мне подходить. И еще дышу параллельно. Да. Не надо ко мне подходить. И там девушка, вот такая красивая, можно с вами познакомить. Ну, короче, мне некомфортно. Мне просто некомфортно. И я вот это вот... Или когда, знаешь, идешь куда-нибудь с подружкой, идешь тусить куда-нибудь. Это вот желание просто потанцевать. И вот это начинается. А чем вы занимаетесь? А что вы туда-сюда? Я всегда, я там типа Екатерина. Чем вы занимаетесь? Патологоанатом. Ну, то есть... Я говорю, я лыжница Наташа. Да, я... Я гимнастка Алиса. Ну, то есть я все время представляюсь чужиму, потому что... Потому что, ну, вот это всегда... Да ладно, вы что, фигуристка? А как вас зовут? Можно вас загуглить? И такой, типа, блин, что? Или находит потом. Да, находит, ты видишь его второй раз. И он такой, типа, а сколько там тебе лет? Он такой, столько же, сколько и тебе. Мне один раз... Я говорю, а ты знаешь сколько? Он такой, я загуглил. У меня один раз была такая ужасная ситуация. Где-то ее рассказывала. Ко мне просто подошел какой-то очень странного вида мужчина на улице. И... Привет, я Стас. А я иду, ем мармелад. Я очень злая была. Я говорю, а я Стасе. Типа, ну, извините, я занята. Я иду, ем мармелад. Реальные сумки прямо вот из пакета вот так вот. Он такой, о, да ладно, а ты что? А я с коньками иду. Я бегу, естественно, с коньками, бегу, как обычно. На примерку я шла на платье. И, значит, он того, что фигуристка. Я говорю, мужчина, мне вообще некогда. Говорю, пожалуйста. Ну, говорю, оставьте меня в покое. Мне, не, это неинтересно. Говорю, я сейчас полицию вызову, если вы не отвянете сейчас от меня. Я была очень неприятного вида на тот момент. И, в общем, и я через пару дней просто вижу это лицо за бортиком на катке, где я работаю. Представляете, в ТЦ город я тогда работала, это было, ну, мне лет было, наверное, 21. И я просто его вижу, а у меня есть вот так. Это очень страшно. А как он вычислил, где ты работаешь? Пошел за ней, наверное, так, ну. И встречает меня вот так вот, говорит, привет, вот мы встретились, я стою и молча просто ухожу. Вот я и подала на тебя заявление. У меня была история, что на первом курсе я прихожу на тяжелую атлетику, такая, типа, в форварде, все в форме. Мне говорили, что тебе пипец, говорит, все, он тебя не поставит за четверт, никак. Он сказал, что у Худебердиева, ей все, я ее на начисление, типа, пойдет. Я к нему прихожу, такая, здрасте, та-та-та, он такой, давай сюда, чего, у тебя там индивидуальная ведомость, там, что, ну, и что, ты там, фигурист, та-та-та. Открывает мою зачетку, такой, а ты чего, откуда? Я, ну, а он такой с акцентом, я такая, с Узбекистана, ну, типа, думаю, может, 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 сработает. Такой, с Узбекистана? Я говорю, да. А фамилия у тебя Худебердиева? Я такая, да. Такой, та самая? Я такая, да. Та самая, та самая, которую я предлагал жениться на месте. Он такой, он такой, папа у тебя же, да, Худебердиев? Я говорю, ну, да. Я говорю, а вы что, ну, я говорю, вы же понимаете? Он такой, и как дела у вас? Такой ставит, типа, сто баллов, типа, за четверт. Подожди, он знает твоего папу или... Та-та-та-та-та-та, потом такой, ну, передавай старшим привет. Я такая, хорошо, до свидания. Выхожу такая, чего вообще? Короче, оказалось, что, видимо, какая-то, ну, в Узбекистане Худебердиевы, как в России, типа, Ивановы. Ну, то есть, там столько таких, наверное, людей. Ну, видимо, из-за того, что у меня было еще отчество написано, оказывается, есть одна полная, одна фамилия, тезка, полная тезка, спасибо, кстати, большое, полная тезка моего отца, какой-то, типа, уважаемый, там, что-то бандит или что-то такое. И он мне такой, реально, типа, та самая я такая. Та самая? Ну, да. Та самая фигуристка такая, ну, конечно, это я, да, та самая. Вот, я вот так получил зачет. Такая интересная история. Нам надо решить, кто тянет наказание. Я кашляла в театре. Мне кажется, это скучно. У Лизы тоже была смешная тема, ну, и очень стыдная история про то, как она уехала на автобусе, я считаю, это тоже весело. Я считаю, кашель. Ну, два наказания, два наказания впервые в нашем выпуске. Признаться в своих чувствах в комментариях любимому музыканту или актеру. Блин, я надеялась, что мне выпадет хоть как-то шанс познакомиться, и вроде я ни при чем. Знаю. Винсент Кассель. Винсент Кассель. Да, серьезно? Я обожаю. Ты что? Я вот такая, у меня, короче, вот такой типаж, я не очень люблю, вот, типа, Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Капри, красивый, но меня вообще не так. Сладенький, как бы. Да, да, я люблю, что вот, харизму больше. Да, все, я напишу Винсент Кассель. Напиши, спишь? Да, да, напиши, спишь, это вообще супер. Хорошо, да, это, мне кажется, будет очень круто. Напиши привет и удали. Признаться в чувствах? Ир, написать спишь, это вообще величайшее, причем, знаешь, типа там утром, днем, например, это вообще это величайшее признание. Да, надо что-то, давайте подумаем. Написать, подожди, сейчас, сейчас расскажу. Какая у нее последняя картина, кто знает, фильм? Три мышки сера. Три мышки, вот, напиши. Я, конечно, люблю Боярского, но выбираю тебя. Да, 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 вот именно так. Напиши, что именно какую-то отсылку к творчеству, что не просто какая-то сумасшедшая фанатка, а ты его любишь с его внутренними. А ты просто фанатка. А ты просто сумасшедшая. Последняя фанатка, да. Нет, пока ты ищешь, для меня полная вообще идеальная вот картина, вот мой типаж, это Мэтью МакКонахи. Я просто Мэтью МакКонахи. Тоже люблю. Это вообще, это просто мужчина мечты, невозможно, невозможно вообще. Вот только сначала он, а потом уже. Ариана Грандер. Ариана Грандер, Леди Гага. Мне, кстати, не очень нравятся брюнеты, вот это вот все. Мне, кстати, тоже светлые больше нравятся. Мне светлые нравятся больше, светлые, глубоглазые. Противоположность, темные, кореглазые. Да, 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 у меня совсем. Как вы, полярно. Кто он, темные, кореглазые актер? Ну, актер нет, нет такого. А не актер? Не актер. Певец, Миянин, Миянин, Шпиллит. Вот это все у меня очень. Мне и музыка, и... Подождите, а не свободный кто-нибудь? Может, сейчас еще и Лизу напишешь? Там у них очень такие грустные. Грустные истории, да, я помню грустные истории. Я плакала, наверное. Да, это на самом деле. Очень грустная история. Я еще первый раз на концерт пришла, я тоже на него, на Миянин. Я сорвала голос на первой же песне. Вот все. Серьезно? Да. Как я сегодня сорвала голос, но не было песен, к сожалению. Я делаю скриншот. Лиза написала, я, может, не Тина, но и ты не Боярский. Знаешь, как бы нельзя же сразу вот так вот с распростертыми обядями. Надо как-то какую-то интригу всегда держать. Я как амбассадор интриги. В этом-то точно толк знаю. Я просто помню у Насти, это было года, наверное, четыре назад. Насте очень нравился один парень. И Настя говорит, блин, мне надо очень ему понравиться. Он такой классный, туда-сюда. И она сидела весь вечер, и она просто его гасила. Она просто его унижала, шутила. Я шучу так. Я круче. Я завтра тебя выиграю в болейбол. Я сейчас выиграю тебя в карты. И она жулила, и такая, я все равно побежала. Это та же, на следующий день два пальца в рот были? Да, да, да. Это было, нет, это было не на следующий, это было в этот день. Это было после двух пальцев в рот. Она победила. Эту борьбу, этот бой я выиграла. Девчонки, Лизе пора бежать, поэтому мы ее отпускаем. На прекрасной ноте с Тиной и Боярским. Спасибо большое. Очень-очень рада. Спасибо большое, что пригласили. Очень рада, что наконец-то побывала в этом шоу. И еще и в такой прекрасной компании. Блин, очень круто было. Наконец-то, да, очень жаль. Мне очень жаль, что не надо бежать. И мне очень интересно. Напишите мне потом, что у вас была в последний день история. Все, я побежала. Пока-пока. Лиз, ну теперь точно надо рассказывать истории, вытаскивать темы, поэтому давай. Давай, Лиза, давай. Мы ждем, когда ты откроешься нам. Дружба со спортсменами из других видов спорта. Совсем не дружу. Там в Новогорск заедешь. И там плаванием синхронно. А вот расскажи мне, я просто ни разу ни с кем в Новогорске не знакомилась. Я не понимаю, как это. Шорт-трек, баня. Шорт-трек, баня. Следующий заголовок сейчас. Шанаева. Шанаева отдыхает с шорт-трекистами в бане. Новогорск, кузница кадров. Кузница пар. Ну, в общем, в Новогорске там есть, где восстановительный комплекс, там есть баня. И как бы у нас есть время с 8 до 10 вечера. Но в баню ходят без линз. А у меня очень плохое зрение. Я не знаю, с кем это делать. Потом живешь с ним уже замужем, уже за ним 10 лет. Потом думаешь, господи, как же я линз-то забыла. Не, просто такое бывает, что вы ночью познакомитесь, так просто сидите уже. 10 прошло. Кто-то добавляет, кто-то не добавляет. Пар венчиком. Ну, в общем, я без линз. Я даже не вижу, как моя рука выглядит. Все плывет. И на утро там ты на завтрак выходишь, тебе говорят привет. Ты такой, ой, ну, привет. И ты уже так по голосу пытаешься вспомнить, кто был тогда в бане. Но в основном там сидят. Там такие моменты. Можно какой-нибудь заголовок сюда к моменту, как... А, нет, подождите, мы не успеем. Из-за Шанаева никогда не могла вспомнить, кто был тогда в бане. По голу. Она вид слышала, только голос. Блин, все ужасно. Вот вопрос. Нет прям близких друзей из других видов? Синхронное плавание. Там есть девочка Настя. Вот. И, собственно, с ней хорошо. Тоже в Новгородске познакомились? Да. Тоже в бане? Нет. У нее было, ну, в столовой. А, ну, это, кстати... Вот, кстати, забавно. Мне кажется, что девочки знакомятся в столовой, мужчина знакомится в бане. Не, ну, в бане ходят мальчики чуть раньше. То есть мы застаем девочек-шорт-трекеров. Это как бы шорт-трек. Вот. А, все, отмена слухов. Отмена слухов. Не подтверждено. Ну, вот, как бы, с пловцами в основном. Там художественная гимнастика. Они там... Были такие случаи, когда они читали книгу в бане. Читали книгу в бане? Да. Гимнастки? Да. Ты хочешь спросить у меня? Но я не хочу спросить, я хочу услышать. Я, на самом деле, очень много с кем общаюсь, очень много с кем дружу. Кстати, у нас даже есть друзья-пловцы. Вот Лиза рассказывает пловцов у нас есть. Андрюша и Илюша, привет. Да, мы хорошо дружим с Андреем Минаковым и Ильей Бородин. Познакомились с прошлым летом, мы очень классные ребята. Боже, можно мы вставим видео, ребята? Да, пожалуйста. Сейчас просто... Настя чуть не сломала ему шею. No way. Она упала на него. Заголовок Анастасия Скобцова чуть не сломала шею Илье Бородину. Это просто... Есть видео, как мы в прошлом году. Я очень люблю в Москве, это не реклама, я люблю... Прыгать. Мужчинам на голову. Причем всегда, в любой компании, в любом месте, в любое время, если есть вода, Настя с кого-то выпрыгивает обязательно с плечей. Это вот закон. Это было вот буквально два каких-то очень близких по времени случая. В первый раз ее вбрасывал ее друг, и она практически на него упала. Он сказал, что он почувствовал, как она ногтем на ноге ширкнула ему по спине. Просто жалко не эту видео, потому что я это наблюдала воочию. Она немножко так промахнулась и просто падала на спину. Да-да-да, я просто вот так вот промахнулась, вот так и хотела скрутиться назад с альтушкой, и вот так вот попала. Потом я, значит, следующий момент был. Я думаю, как-то я подрасслабилась, потом у меня получилось. Через буквально полторы-две недели мы встречаемся с ребятами и идем в акваторию в Лужнике. Они там плавали, как боги просто. Да-да, они там плавали, там все на них смотрели, они там на перегонки вообще. Они просто какие-то аквамены были, но очень круто. И мы такие, давайте там попрыгаем. Я прыгала с альтушки с плечей вперед, назад. У меня прям хорошо получилось, прям реально хорошо. И я так говорю, ребят, я прыгала рыбку вперед. Я говорю, ребят, я могу прыгнуть рыбку назад. То есть вот так вот руками, вот так пойти назад. И я просто вот так вот выхожу, вот так вот, ну, сажусь ему на плечи, а он реально, и Леха очень высокий. И он еще толкается из-под воды, он прям меня высоко выкидывал, у меня был реально запас. Я вот так вот беру, вот так вот прогибаюсь назад, и получается так, что я складываюсь полностью. Вот знаете, вот если бы я вот так сейчас встала, прогнулась назад, я вот так вот полностью назад в спине сгибаюсь. И просто вот так вот лицом вхожу в воду и ногами ему на голову. Аж коленки вытянуты в другую сторону У меня даже есть видео, где он, бедный парень Просто там уже под дно пытался уйти И Настя просто летит на него Просто Илья, прости до сих пор Но, кстати, привлечься ради Когда я вошла в воду, я думала, что я сломала спину Я сломала нос Еще год назад Мне было прям больно Я думала, что я упала под воду И я думала, что я не разогнусь, не встану Настолько больно было спину В позе скорпиона И потом мы еще решили это все озвучить Мы взяли видео, заметили его И на фоне пытались найти песню Ава-Мария И почему-то ее не нашли и решили спеть И мы просто вот так со Стасией напевали В приложении для озвучки Типа Аля Капкад или что-то такое Ава-Мария Это видео с нашими голосами Вот так мы и дружим У меня еще есть очень близкая подружка, гимнастка Тоже мы случайно познакомились по работе Я приезжала в мастер-класс в ее город Мы познакомились, так подружились Просто я не знаю, как за месяц можно так подружиться с человеком Это просто Вот мы до сих пор тусуемся вместе Лиз, ну может быть ты с кем-нибудь С ребятами в Новогорске не был? Такого, что вы там гуляли, не знаю Тусили где-нибудь в Новогорске? Или там прям все строго? Нет, ну мы собирались вот как раз с пловцами Вот, с девочками, без охраны Там день рождения был И как раз такое время, типа пандемия Никого не выпускают, все сидят И как бы ты хочешь, не хочешь, ты находишь себе друзей Вот, мы там шарики все это украсили, но все равно А не спорили никогда вообще, девчонки, чей вид лучше? Нет, с другим видом никогда не спорили Наоборот интересно, там вот они спрашивают у нас как С партнерами катайтесь или там первые Они говорят, ну вы же парни вид спорта Мы такие, мы танцы на льду, пареньки, это все другое Вечно буллинг в сторону танцоров Да, вот она, она еще мне говорила Она говорит, я ей говорю Она, кстати, была даже недавно Это я случайно ляпнула Моя сестра очень хочет в танцы И я ей говорю, Кристина, говорю Давай ты доучишь свои тройные Потому что, говорю, фигуристка, которая не имеет прыгать тройные Какой смысл? И она мне это пересказывает Она мне пересказывает, она говорит, вот я Кристине объясняю Я говорю, Кристина, у тебя потом в будущем будет больше диапазон Тебя булили вообще другие фигуристы? Извините Но танцоров реально часто Я искренне очень люблю танцы на льду Очень люблю, но считаешь, что это слишком просто? Нет, в последнее время я смотрю только танцы Мне интересны программы, мне интересны эмоции Правда, одиночку Честно, я не смотрю, все Когда я только перешла в танцы Я встретила Анастасию и назвала танцы парнем Я говорю, ну мы же парники Она ко мне поворачивается Вот она со мной вообще не разговаривает Ну то есть, ну вот, как бы мы с ней толком не знакомы Ребят, чтобы вы знали, сколько я знаю лет Лизу Вы сейчас будете в шоке Я Лизу знаю больше 10 лет Лиза, расскажи нашу историю знакомства, давай Это когда-то ты меня дверью прихлопнула Или как-то Или как-то сказала, что... Подожди, мне кажется, у меня со всеми такая история Ты была уже, ну, такая очень взрослая Вот к ней вообще было очень стремно подходить Почему все так говорят? Почему? Я не знаю Ну вот прям Ну ты очень красиво каталась Мне очень нравилось Я очень хотела с тобой подружиться И тут такой момент У нас была общая подруга Полина ее зовут И она, ну, стоит рядом Там, она стоит слева Я стою справа, там чуть сзади Вот, и к Насте, ну, боялась подойти И она, ну, как-то вот, Настя была в плохом настроении с самого утра Вот, вот что-то там, ну, не задалось Она открывает этот бортик Вот так вот со всей силы, ну, в размашку открывает его И тут она еще чуть-чуть, она бы стукнула Полину по косточке Ну, то есть, та рядом стояла и прям бортик Ой, ужас, я даже не заметила И Полина испугалась, такая Настя, ты чего? Он говорит, извини, я думала, это Лиза Я стою в зале Я так сказала? Я тебе... Я на все же... Быть не может такого Я так... Мне почему-то показалось... А ты не помнишь, как мы с тобой встретились первый раз? Мне почему-то показалось, что мы с тобой познакомились наоборот Мне показалось, что мы с тобой познакомились наоборот с того, что... Как раз-таки про пары Вот эту тему про пары, ты мне сказала эти кое-что там и танцы Это я помню И даже... Полина Степанова Господи, мне так стыдно Какая же я мерзкая девка была Подожди, ну, может, вы подружились в итоге? Значит, они такая... Как это так вообще? Не могла это... Да нет, потом там нужно было танцем учить Иначе попросили тренера, чтобы она меня научила И что-то такое было, в общем-то Она как старшая сестра меня направляла Вот И в целом было... На сборах мы потом нормально Да, мы потом... Я просто помню, потом с Лизой прям до моего ухода из группы Мы прям очень много общались Мы прям близко дружили Полина потом закончила И мы вообще с тобой вдвоем тусили постоянно Просто я помню, все сборы там Помнишь, мы там бегали Кроссы эти... О, Господи Как вспомню, так вздромно Мы пропустили обед и бегали кросс Да, да, да Я помню, мы пропустили Мы просто... А ты помнишь, что мы делали это с тобой? На море уехали И там, ну, заказывали обед в отеле И мы пропустили обед Мы приезжаем, нам говорят, бегайте кросс Под дождем Так мы еще и без обеда и кросс Да А что ты подумала, когда на работе Сказала, что ты думаешь? Ты просто начала говорить Ну, был такой момент За несколько дней, когда я помешала им в поддержке Это было очень опасно Вот, как мне казалось Такая суперсложная поддержка Где мальчик едет в кораблике И девочка там на нем И тут я, типа, поворачиваюсь Они резко становятся еще чуть-чуть Ну, типа, мы столкнулись А это... Это очень плохо Ну, я там неделю каталась Мне вообще в целом стремно Что со мной кто-то рядом катается Я думала, что все, меня выгонят из группы Что я там уйду обратно в одиночку Там что-то такое будет И когда она себе это сказала Я думаю, это все из-за поддержки Вот это мои мысли Я вот честная, я реально не помню, чтобы я это говорила Но если Лиза говорит, значит, я верю Лиза, ну, экстремально честный человек Вот из всех, кого я встречала в своей жизни Лиза одна из самых честных вообще людей Она никогда ничего там не умолчит Она прям четко все Вот так и так Вот правду матку прям вот рубит и все Я даже в шоке, что я могла такое сказать Я прям сейчас сижу У меня два шока за шоу Первая история Лизы Про полиэтиленовый пакет И вторая история Лизы Про то, какая я мерзкая гадина Ну, нет, ну, смысл Не, ну, слушай, я сейчас я не могу даже тебе представить Ты со стороны просто выглядишь такой прям жесткой Я просто помню, я приехала, ну, это первый юниорский сезон Ты тоже так же выглядишь со стороны А, да? Блин, ну, ладно, на льду, если мне кто-то мешал, я просто Да, кстати, если Стася кто-то мешает, она просто вот так вот Я реально говорила, я тебя сейчас выведу Типа еще раз Ну, это шутка, конечно, но вот сейчас я работаю с девочкой Она со мной каталась на льду Она мне младше на 6 лет где-то И она говорит, Стася, я так боялась, когда мы на одном льду катались Я так боялась тебя мешать Я просто, говорит, по бортам вот так вот Не дай бог, ты посмотришь на меня Я думаю, какой ужас Ну, а я просто продолжу наше с Настей знакомство Я как бы знала, что Настя со всеми общает Что она такая со всеми дружит И я подхожу, говорю, ребят, всем привет, я Стася Ну, типа, можно с вами сесть за столик? Я так собиралась с духом, чтобы это, ну, вообще подойти к ним И Настя просто такая что-то Даже не обращает внимания, встает и уходит Я такая Я вот, 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 подождите Это было, это было реально не так давно Это было лет 5 назад Сколько, может быть, 6 И вот я вообще не помню, что прям она ко мне подошла И я такая И ушла Я просто, у меня, видимо, что-то куда-то Я такая Ну, какая что-то В своей атмосфере была Ну, я пришла ко всем за стол Там просто были многие ребята из других сборных И как бы И, ну, там, русских было не так много И Настя просто такая встает и уходит демонстративно Я такая Ой Это вообще, типа, не было связано Ну, я так и поняла Но я на тот момент такая думаю Вот, кстати, у меня по жизни есть такие сложности Мне интересно, если у вас такое С тем, что я мерзкая тварь Нет, не с этим Нет, есть сложности с тем, что я очень часто не замечаю каких-то вот тонких моментов Которые могут для кого-то что-то значить Но я в них как бы не вкладываю никакое Это наша дружба Да, это наша дружба То есть, например, мне Стасик говорит Да ладно, давай там вот так сделаем И я такая А, ну хорошо Значит, она так хочет А потом выясняется, что она вообще не хотела Она хотела по-другому там А я, типа, не поняла Я просто вежливый, интеллигентный питерский человек А я гадская мерзкая тварь Ты болеешь со Спартака Ладно, все Прости Ее мы больше не зовем Не, ну, то есть я просто иногда вот эти вот тонкие межличностные какие-то моменты Я их не всегда улавливаю Это называется эмпатия Нет, эмпатия у меня есть Я чувствую, когда человеку неудобно и неловко Это я чувствую Я чувствую, когда, например, там Человеку хочется что-то сказать, еще что-то Но вот именно какие-то намеки Я вообще не понимаю Мне вот, я просто привыкла всем говорить прямо И я вообще не понимаю намеков Меня просто часто задевает, например, интонация То есть я по жизни все время думаю Блин, он меня, этот человек на меня злится Или там, я там могла обидеть кого-то Или, блин, этот человек сказал мне слишком грубо И я всегда это чувствую Я раньше такая отмахивалась Нет, мне это кажется А сейчас я понимаю, что вот мне не кажется Я всегда как бы покажу, что я этим недовольна Да, она вообще А главное, что сейчас мы все дружим Все хорошо Не, Алиса, ну уже у нас очная ставка Пора рассказывать про всех все Кто какая гадина Не, на самом деле, реально, я, честно говоря, в шоке А я тебя прям ударила, тебе было больно? Нет, ты ударила, ну чуть не ударила Полину И она сказала, Настя, ты чего? Я стою сзади, и ты говоришь Прости, я думала, это Лиз Я стою сзади, у меня челюсть отрустает Блин, я не думала, что я прям хотела кого-то ударить Я подумала, что она очень красивая И мне стало обидно, что я не такая красивая Поэтому я хотела ее шарахнуть дверью Вот это я помню Нет, вот это я помню, что она красивая Думаю, блин, офигеть, она такая красивая Еще такая худенькая, ладненькая Я помню, у нас просто сразу подружились мамы Наша мама дружит до сих пор Тетя Фатим, привет Тетя Наташа, привет Наша мама до сих пор дружит И даже вам больше скажу Лиза будет шить костюмы моей мамы Вот, на секундочку То есть мы, ну, действительно, очень давно Очень близко даже с семьями как бы, да, вот дружим Но я вот не помню прям, что у меня вот какие-то там Я прям что-то хотела зла какого-то Это вот такого точно не было То есть, может быть, я хотела То, что я токсичная была женщина всегда Что я могла очень такой остро шутить Вот Лиза не даст соврать Я в разделах сижу Помнишь, у нас даже были старшие ребята Вообще прям старшие Они иногда бывает такое Все равно в группах есть там старшие, немного младших там Типа так Мы там мелкие там Ну, какие-то шуточки могут отпустить в их сторону У нас, наоборот, я Просто 11-летняя маленькая вообще козявка Стебала взрослых 20-летних мужиков Почти пацанов Шутила над ними, прикалывалась И они там иногда даже ничего не отвечали мне Ну, такой авторитет был Прям вообще я стыд Но что бы там Вот я вот хотела кого-то ударить То есть, такого не было Но мне реально очень стыдно Я прямо сейчас официально извиняюсь Потому что я не помню потом Извинилась ли я за эту ситуацию или нет Но реально мне прям стыдно Я даже не виделась Я просто стояла сзади Это новая история, за которую мне теперь стыдно Она потом ударила все-таки тебе дверью или нет? Девчонки, ну выпуск сегодня вообще не по плану пошел Я думаю, что зрители нам простят, если вы вдвоем выполните наказание Вы знаете, я вам скажу спойлер Там не такое уж прям страшное наказание Мне кажется, оно даже интересное Раскрыть секрет лучшего друга из мира фигурного катания У меня нет лучшего друга из фигурного катания А не из фигурного катания Девочка выступала на Олимпиаде Бойцы высоты Серьезно? Да Все, ребят, можем гадать только теперь, кто это Парнец Еще, ребят, подсказка В комментариях, пожалуйста, напишите, как вы думаете, кто это Ну это не из России выступает Снять эксклюзивный влог для канала Фигурка Канал Фигурка ждет Это какая-то подстава, да? Опять, нет, у нее все заказухи У нее все заказухи Да не, классно Типа я буду рада вообще Ты знаешь, та самая бабушка, которая у меня есть знакомая Я ладно даже скажу, что это одна из моих ближайших подруг Ты же знаешь, что это вообще про меня Что случайности не случайны Да, да, Стасия всегда ищет какой-то подвох Она такая Так, это знаете вот эти вот мемы Типа Кендал Дженнер намекнула на отношения с Егором Кридом Типа у нее там пальцы в форме чего-то там Поэтому... Она купила себе Рено Да, да, да Она купила себе Рено И поэтому она встречается с Егором Кридом Типа вот Стасия это вот этот человек Ну, я вообще только за Только мне нужна какая-то интересная тема Если это будет мой повседневный день, это будет Почему эксклюзивный влог? Это как раз-таки должно быть эксклюзивно про тебя, мне кажется, да? Вот как раз-таки, вот мне кажется, твой день это было бы интересно Как постановщика, как тренера Ну что, девчонки, спасибо большое, что пришли Вообще, мне теперь страшно спросить, придете еще раз? Особенно Лизу я вообще переживаю за тот инцидент 15-летней давности Конечно, приду Надеюсь, что выпуск будет интересный, хороший, мне очень понравилось Ну, ты-то понятно придешь Есть что сказать поклонникам? Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на нас Смотрите фигурное катание И отличного вам дня Замечательно, это все я говорю потом Спасибо, что Настя позвала нас Мы очень классно поболтали Спасибо фанатам, что Настя позвала нас Да Обязательно придем еще Расскажем еще больше смешных историй Слава богу, что моя жизнь одна сплошная смешная история Вот, увидимся Подписывайтесь, ставьте лайки Ну все, короче, все, они за меня сказали Работу у меня забрали Следующий выпуск они ведут вдвоем Это уже моя работа Да, да, уже все Ну и ладно Профессию, любимое дело у меня забрали Будут следующий выпуск сами вести Дорогие друзья, но не забыли вам сказать Что нужно обязательно включить уведомления Потому что скоро старт нового сезона И чтобы ничего не пропустить Нужно поставить колокольчики Обязательно Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!